Мы крутые самые. Так, Сергей Коваленко, инженер, спасись сам и помоги другому. Вот, инженеры нас спасут. Всем добрый вечер. Ну, в общем, тема актуальная. Я где-то в интернете прочитал, как народ стал называть эту вакцину. Ковидло. То есть в народе уже рождаются такие выражения, которые просто гасят ее внутренний состав и энергетический комплекс напрочь вырезают. Это не смешно, на самом деле? Нет. Я понимаю, что не смешно. Что происходит, это не смешно. Вообще не смешно. Ты бы про Воробьева лучше бы сказал. Вот доктор наук, академик, директор института имени Сечина. Он назвал это генномодифицированным препаратом, а не вакциной. Поэтому у него забрали. Саша, когда он не забрали, а не кем? Ну, в чем? У него забрали всю тему и отдали. Сыраться ничего не надо, если так очень. Вот именно. Ученые об этом говорят. Ну, хорошо. Ладно. Мы будем слушать докладку или не будем? Так, давай, Сергей, быстренько, быстренько. Быстро, быстро. У меня, я не буду мудро и толкаво, просто по теме нашей конференции, вот о том, что мы говорили. Я нашел в книге творения рекомендации на сегодняшний день, я их прочитаю, а как мы их оценим, как каждый применит это уже дело, так сказать, нашей души. Книга «Ангелы света» – это книга творения серии Эксодис. Эфирное тело или тело света в наступившую эпоху станет доминирующим. Это тело образовано в результате приобретения человеком цепочек ДНК и светом, спустившихся на землю 18 июня, 2000 год. То есть работа Духа Святого. Свет, спустившийся на землю, образует новые структуры в телах Земли и людей. В результате этой работы идет перестройка тела людей, начавшаяся уже давно, со временем образования Меркап. Но Меркап, знаете, две пирамиды, вертикально и горизонтально. Одна свет с космосом, другая свет с Землей. Свет, транслируем мы ангелом света, входит в ангела, стоящего на Дворцовой площади в Питере, венчающего Александрийский столб. Волны света расходятся кругами по Земле, насыщая Землю и все, что живет на ней. Свет входит в тела людей через ступни, порциями, изменяя физическое тело и строя новое эфирное тело, которое в натупающей эпохе станет главным рабочим инструментом человека взамен физического. Вот нам строят новые тела, прям не отходя от кассы, грубо говоря. Мы живя на Земле, уже получили эти, мы, может, их не видим. Кто-то видит, есть люди, которые видящие. Кто-то противится получению. Ну, это же зависит от состояния сознания, правильно? Есть у нас здесь свет, нету света. И соответствие, то есть, есть соответствие или нету. Свет, а, это я прочитал. Свет входит в тела людей через ступни, порции, не изменяя физическое тело и строя новое эфирное тело, которое в наступающей эпохе станет главным рабочим инструментом человека взамен физического. Образование нового тела света связано с одновременной перестройкой физического тела. Необходимо соблюдать в это время некоторые меры предосторожности в физическом мире. В это время на Землю идут энергии не только Солнца, Луны и ближайших планет Солнечной системы. Необходимо знать, что эксперимент Бога объединил с собой весь космос. И на Землю идут уже объединенные гармонические энергии не только из ядра галактики, но и от объединенного круга всех планет и всех 13 галактик, работающих в едином ритме, в единой гармонии. То есть, Господь сказал так. Он сказал, что Земля гибнет вместе с человечеством. И Он всему космосу сказал, что или все спасемся, или все погибнем вместе с Землей. Решил спасти детей своих, души наши. Ну, в первую очередь, души. Дальше. Второе. Свет, идущий на Землю, поднявший ее в пятимерный мир, преобранует в Землю и все живое на ней. Господь делает все возможное, чтобы прикосновения света были щадящими для людей. И чтобы переход охватил как можно большее число людей. Но этому, как видите, противятся. Вот эти вот вакцины, они тормозят этот процесс в человеке. Блокируют все, что можно. А если у человека есть заболевание, то они провоцируют эти заболевания. Мы же видим это. Во что только не... Ну, да, не провоцируют. Да, не провоцируют. Если человек мог бы как-то медленно пройти этот процесс, переболеть, то тут уже концентрированно называется взрыв этой болезни, человек гибнет. Ну, это так, и это мои такие, значит, вроде бы, размышления. Но и людям необходимо делать соответствующие усилия в закрытии своей кармы со всем сущим, в создании для себя лично необходимых условий для очищения своего сознания и своих тел. Все понимают, что это необходимо делать созданием необходимых мыслеформ и соответствующим образом мышления. Сейчас сознание и чистота мыслей являются главным для эволюционирующего человечества. То есть вот, что мы думаем, куда мы направляем свои... Нам говорят сейчас, думайте о будущем. Хотя бы даже Евангелие, если читать, там будущее. Там же Иисус очень много говорит о будущем. Какими люди должны быть? Помните, когда к нему на эту гору Фавор... Нет, не на Фавор. Ну, когда пять тысяч человек к нему пришли, и он их хлебами там накормил, да? Он же сказал, вы все боги, хотя павшие, я так понял. Внутри человек, в душе, там его частица живет. И мы все боги. Нет, ну это свободная интерпретация у вас. Ну, слова, прямой текст. Вы все боги. Нет, 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 там все боги такого не было. Нет, есть, есть, есть. Вы все боги. Он прямо сказал, истинно вам говорю. Только не тот бог, который должен быть. Ну, я имею в виду падшие боги, которые пошли за Люцифером и опустились. Но он им говорил, ребята, вспомните себя, станьте настоящими. Хватит служить этой прорве, которая пожирает энергии человечества, и больше ничего. Так, дальше. Так, четвертое. В связи с закрытием кармы нужно обратить особое внимание на дружеские и благожелательные отношения в коллективе, в котором вы существуете в данный момент времени. Вот мы, допустим, сейчас, да? Не важно, где ты находишься. Объединимся, кроме вакцины. Да. Не, против этого. Против... И это тоже, конечно. Не смешно, не смешно. Это сарказм. Ну да. В котором вы существуете в данный момент времени. Будь то семья, рабочий коллектив или сообщество единомышленников. Помните, что ваши мысли в сочетании со светом работают на создание вашего нового тела. То есть, можно двигаться туда или в разрушение, или в созидание. Вот так. Два процесса сейчас идут. Одни люди, как кто-то сказал, Иван, как сказал, одна треть там погибнет. А, Сергей сказал, одна треть погибнет, две трети останется, да? Но Господь хочет всех спасти. И он дает нам и так, и так, и так поворачивает, и так поворачивает. И поэтому... Выдумывай, пробуй, человек. Да. Так, дальше. И пятое. Переход в пятимерный мир диктует ускорение временных потоков. Поэтому пусть каждый понимает, что времени на раскачку нет. И каждый должен переставить свое сознание в кратчайшие сроки. Ну, это крайне сложно. Вот как я по себе сужу, что вылезает все время всякой пакости. Вот, особенно если какие-то ситуации... Ну, видимо, это не я же сам создаю. Меня помещают в ситуацию, где во мне открывается та вот эта вот темная сторона... Моей натуры, да. Которая вдруг начинает вылезать. Усилить пост. Хорошо. Пост помогает. Кстати, Господь говорил, что голодание... В одной из книг, что голодание закрывает карму этого рождения. Ну, не в смысле голодания. Нет, я не имею в виду. Именно голодание. Вот, допустим, поголодал там денек человек, не поел, попил просто воды. Возможно, какая-то часть кармы, которую ты там, ну, негативной проявленькой, закрывается. Вы что-то приписываете. Не-не-не-не. Ну, я себя говорю. Очищение идет, как это, чтобы меньше страстей, меньше... Очищение. Вот я и говорю. А карма же, это закрытие кармы, это очищение. Это же освобождение. Так, сейчас мы будем погонять. Нет, еще один момент. Необходимо знать, что всякая перестройка связана со священными болями. Некоторым сумбурным мыслям, мыслях и переоценкой ценностей. Вот тоже надо подумать. Где болит, держать ли к врачу или подождать, или оно как-то, действительно, это какой-то процесс идет в теле. Тут надо как-то интуицию, может, выривлять. Я не знаю точно. Ну, это все, конечно. Иногда врача надо вызвать. Друг там. А может быть и надо как-то вот перетерпеть. Кому-то другому врача выслать. Как Путин был. Акцент сейчас делается еще больше, чем раньше, на ориентировании на учителей в вере в Бога и в результаты его великого эксперимента. Помните о том, что все главное в вашей вселенной начинается с земли. Господь, я говорю, зациклил все на земле. Все. Все богов, ангелов, все, кто только есть. Они все пришли нам помогать. Поэтому каждый человек, чувствующий себя участником эксперимента, а значит, помощником Бога, должен знать, что ему воздастся за его работу, но и понимать, что нельзя останавливаться в своей работе и прикладывании усилий в служении человечеству, которые по невидению не только не участвуют в этом эксперименте, но и не прикладывают усилий, хотя бы по изменению и расширению сознания. Ну, еще один момент. Не, я хочу, хочу это. Ну, три минуты. Есть рекомендации такие неплохие по поводу питания. Что несут? Вот они. Вот смотрите. В лаборатории происходит исследование растений. Растения всех видов, которые существуют на планете Земля. Каждое растение подготовлено для перехода и содержит в себе информацию, направленную для потребления меньшего количества жидкости и пищи. Через виноград и его сок человек будет получать доступ к видению и ощущениям, которые будут связывать его с космическим пространством. Так что сухое вино не отрицайте, красное. Яблоко, персик и апельсин – символы и знак гармонии. Яблоко в отдельности они будут нести чистоту сознания, персик – открытие внутреннего источника доброты, апельсин – чувство материнской любви. Все это означает чистоту доброй любви. Это символы будут во вселенной. Сейчас богатые тоже плачут. Они закажут в себя бочку, как апельсины, и будут что спасутся. Спасибо. Нет, этим не спасешься.